Второй том добротолюбия, страница 264, преподобного Нила Синайского от Тщеславии, пункт 45. Не наряжайся в красивые одежды, чтобы ясственнейший не облежься тебе в демона тщеславия, ибо не красота одежд указывает, что ты носишь одежду добродетелей, но подвижнические труды, как золотые украшения, свидетельствуют о красоте одеяния души твоей. Кто после опыта в деятельной и созерцательной жизни намощает неопытных искусством различать помыслы, тому надлежит смотреть, чтобы не проскользнуло хвастовство таким знанием и желание выставить его на показ для славы. Безжалостнейший к себе трудящийся в несении телесных подвигов не для похвалы пусть приутруждает себя, и славою пусть не превозносится. Иначе демоны надмя душу его этими трудами и славою, возбудя усилить еще более безжалостность к себе, увлекут его принять еще большие подвиги, чтобы он еще более превознесся. С этой целью они с иными ведут такую внутри посредством помыслов беседу. Как такой-то подвязался, не щадя себя, и такой я приобрел себе великое имя, так что о нем говорят и по смерти его. Так и ты зайди на самую высоту подвязания, чтобы стяжать себе славу, и чтобы имя твое сделалось великим, и по смерти твоей превозносилось с великою похвалою. И но в мечтах возводят они на кафедру учителя и представляют, будто он говорит слово, и будто молва отдает ему первенство перед всеми, которые при подвиженческих трудах прославились и ведением многосторонним. Через это они возбуждают в нем не только соревнования, но и зависть ко всем, которых пристияние прославляется, и которых как деяние достойно удивления, так и многознание изумительно. Бывает, что они усыпляют рожение плоти и выводят из внутренней чистой помыслы с хитрым намерением, чтобы подвязающийся подумал, что строгости своей жизни совсем победил дух блуда, что сердце его очистилось и стало близко к святости святых, и он зашел на самый верх святости. Такого нередко заставляют они рассказывать самому себе о своих подвигах. Я сделал то и то, так и так подвязался и истомлял себя, не давая ему, однако же, прибавлять при этом не я, но благодать, которая во мне. Не позволяют же они ему исповедовать Бога помощникам в том, чем хвалить все его заставляют, чтобы он, как собственными трудами совершивший все в своих подвигах, и хвалу зато всю присваивал себе. И через такое невоздавание славы Богу погрязв в глубину богохульства, несмысленно величая себя самопомощным. 50. Когда в сердце слышатся такие славолюбивые помыслы, и оно не противоборствует тому, тогда инок и особенно уединенник недалеко бывает от повреждения ума. Тогда рассудок бывает в опасности расстроиться или от снов бесовских, принимаемых с верой, или от призраков во время бдений, или от явления бесов в каких-либо светлых видах. Ибо сам сатана для обольщения нашего преобразуется иногда в ангела света, причем обещает, что если подпоклонишься ему, то даст тебе такое и такое дарование, или восхитит тебя, как нового Илью на небо на огненной колеснице. И бывало, что принимавшие это с верою, уклонялись от истины и впадали в умоповреждения. Во избежание этого, помни, чего ради с любовью подъемлются подвижнические труды, всяким хранением блюди свое сердце, чтобы, внимая одним внешним подвигом, не быть тебе коварно уловлено внутри несмысленным самовозношением. Тем, которое упражняется в делании добрых дел, Господь увещательный говорит, когда молишься, войди в клеть твою и затвори в дверь и помолись отцу твоему в тайне. И еще, когда сотворишь милостыню, то не труби перед собою, повелевая издвигать дело ничего-либо доброго, на показ, как дело вредного. А пророк, говоря, что собирающий мзды собрал во влагалище дир дыравое, Айгей 1.6, показывает, что развращенные цели, словолюбие, уничтожается всякий труд подвязания и доброделания, как сквозь дырявое влагалище, проходя через сердце и не огражденное смиренным мудрованием. Сердце смиренно мудрое воистину есть сокровищница и отовсюду сильно укрепленное ограждение, где ни червь, ни моль не погубляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Под червем, разумеется, рождающиеся внутри самомнение, уничтожающее, что в людях бывает доброго, а под ворами от внепревходящей похвалы, которая, возбуждая неразумную кичливость, поспешно расхищает духовное сокровище долгим трудом в доброделании собранное, накопленное. Ибо как червь поедает вещество, из которого получил бытие, и воры, подкапываясь в стену, уносят старанием накопленное добро вещественное, так помысл, подвигнутый добрыми делами к превозношению, уничтожает цену этих самых дел. А похвалы людские, подкапывая легкие умы, вторгаются внутрь, ничего доброго не оставляют там, что туда внесено было со внезаконным путем дверьми. А оттуда извергается ими дырой ушей. Но никто да не попустит этой страсти одолеть себя настолько, чтобы в усыплении от сладкоречия, словолюбия, потерпеть совершенную утрату всего стяжанного усиленными трудами. Дотрезвиться же всяк и бодрствует, чтобы истребить навестников, когда они еще только подкапывают, прежде нанесения ими вреда, поразил их в самый момент подкапывания, прежде чем воссияет солнце, и мысль станет делом. Зе. О гордости. Первая гордость есть опухоль, надутость души, наполненная испорченной кровью. Если созреет, прорвется и причинит большую неприятность. Блистание молнии предуказывает громовой удар, а о гордости предвещает появление тщеславия. Гордость на великую высоту возносит гордого и оттуда низвергает его в бездну. Гордостью болезнет отступившая от Бога и своим собственным силам приписывающий добрые дела. 5. Как ставший на паутину, проваливается и уносится вниз. Так падает и полагающийся на собственные свои силы. Обилие плодов нагибает до земли древесные ветви, и множество добродетелей смиряет мудрованием мужа. Согнивший плод бесполезен земледельцу, и добродетель гордого не потребна Богу. Жертв поддерживает обремененную плодами ветвь, а страх Божий – добродетельную душу. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низвергает добродетельную душу. 10. Не предавай гордости душу свою, и не увидишь страшных мечтаний, потому что душа гордого бывает оставлена Богом и делается порадованием бесов. Гордый ночью воображает множество нападающих зверей, а днем смущается боязливыми помыслами. Если спит, часто вскакивает, и когда бодрствует, боится птичьей тени. Шум листа в ужас приводит гордого, и журчание воды поражает душу его. Так только что Богу себя противопоставивший и отвергший его помощь, пугается теперь ничтожных призраков. Гордость низверга архангела с неба и сделала, что он как молния спал на землю. А смиренно мудрее человека возводит на небо и уготавляет к ликованию с ангелами. 15. Что в горе возносишься, человек, и подъемлюсь выше облаков, будучи пыль и прах? Посмотри на естество свое, что ты земля и пепел, и вскоре разрешишься в прах. Теперь величав, а спустя немного будешь червь. Что подъемлюшь вы, который вскоре сгниет? Великое нечто человек, когда помогает ему Бог, а коль скоро оставлен он Богом, познает немощь естества своего. Нет у тебя ничего доброго, чего не приял бы ты от Бога. Для чего же величаешься сужим, как своим? Для чего хвалишься данным благодатью Божией, как собственным своим стяжанием? Признавай даровавшего и не превозносись много. Ты тварь Божья, не отлагайся от сотворшего. 20. Бог помогает тебе, не отрицайся благодетеля. Взошел ты на высоту жития, но путеводил тебя Бог, преуспел в добродетели, но действовал в тебе Бог, исповедуй возвысившего, чтобы неколебимо прибыть тебе на высоте. Признай своего соестественника, что он в одной и той же с тобой сущности, и не отрицайся от родства с нему по надменности. Он уничижен, а ты превознесен. Но один здесь жидитель сотворил обоих. Не пренебрегай смиренного, он стоит тверже тебя, по земле ходит и не скоро падет, а высокий, если падется, крушится. Гордый монах – древо бескоренное, которое не может выдержать напора ветра, а некичливое мудрование – стенами огражденный город, обитающий в котором безопасен. 25. Былинка подъемлется высоко дуновением ветра, а Гордого возносит прирожение безумия. Лопнувший пузырь обращается в ничто, и память Гордого погибнет. Слово смиренного – мягчительная мазь в душе, а слово Гордого – исполнено кечение. Молитва смиренного преклоняет Бога, а прошение Гордого оскорбляет его. Смиренно мудрый венец дому, и вошедшего бледет в безопасности. 30. Когда взойдешь на высоту добродетели, тогда великая тебе потребность в ограждении, ибо если упадет стоящий на полу, то скоро встанет, а упавший с высоты подвергается опасности умереть. Драгоценному камню прилично золотая оправа, и смирение мужа блистает многими добродетелями. Не забывай своего падения, хотя и покаешься, но поминай о грехе твоем плачем, смирению твоему, чтоб, смирившись по необходимости, отсечь тебе гордость. Не взирая нападших с кичливым помыслом, надбивающим тебя, будто судью. На себе самому внимай помыслам трезвенным, испытателям и оцельщикам твоих деяний. Падая, воздыхая и преуспевая, не надбивайся. Не величайся тем, что ты безукоризнен, чтобы вместо благолепия не обречься тебе в срамоту. Тридцать пять. Некто из благоискуснейших, ведя речи о смирении, предсказал, пересказал и следующее. Весьма благоискусный отец ударен был по ланите бесноватым, который был в сильном припадке безумия. И отец, немедленно обернувшись, подставил ему другую ланиту с готовностью принять удар. Тогда бес, как молнией, пораженной смирением, скричал и тотчас вышел из создания Божия. Как опускающиеся в основание земли вырывают там золото, так нисходящее до златоподобного смирения износят из него добродетели. Тридцать семь. Святой Павел заповедует, забывая заднее, простираясь вперед. Кто так расположен, тот не столько превозносится тем, в чем преуспел, сколько смиряется тем, чем недостает против предположенного. Прилагая попечение, довершить недокончено и не обращаясь к тому, что уже кончено. Поскольку сделанное нередко надмивает легкомысленных до безрассудства, а требующее делание смиряет мысль неизвестностью, будет ли оно приведено к концу и прежде, нежели совершенно, причиняет печаль. Поэтому и Господь, предохраняя от поползновения к самомнению вошедших на высоту добродетелей, говорит, когда сделаете все повеленное вам, говорите, «И мы, рабы, ничего не стоящие, сделаны ли, что должны были сделать?» «Хотя не препятствует радоваться, что долг исполнен, однако же не дозволяет думать о себе высоко, ибо говорит, что отдан долг, а непроизвольный принесен дар». Гордость отбивает мысли до напыщенности, научает пренебрегать всякого человека и с презрением смотреть на соестественного себе, как на нечто ничтожное, до безумия доводит высокопарный помысл, обнушает мечтать о равности Богу, не признает промысла и попечительности всеблагого Бога, полагает, что как должное за дела получает все милости, какими пользуется, не хочет видеть Божие содействие в том, что делает, и в чем успевает, почитает себя достаточно на всякое доброе дело. По самомнению думает, что она все имеет силы, будучи вовсе бессильныю. Она водяной пузырь, надутый суетным о себе мнением, который, если только дунуть, обращается в ничто. Третье. Увещательные главы. Первое. Имей страх Божий и любовь к Богу и поступай со всеми по чистому свидетельству совести. Веруй, что сам Бог предстоит тебе при всех делах, какие каждодневно ты делаешь. Бегай по хвалу, но стыдись и у коризм. Радуйся, когда делаешь добродетель, но не превозносись, чтобы не случилось крушение в пристани. Чем более преуспеваешь в исполнении закона, тем более признавай себя далеким от совершенства. Всякого дела конец и следует прежде его начинания. Но через днем взирай на последний свой день, и никакая любовь к настоящей жизни не привяжет тебя к земле. Не связывайся с тем, кем, как видишь, гнушаются добрые. Делаешь ли что, или говоришь, или улюбомудрствуешь, старайся никому не быть во вред. Десять. Не увеселяйся цветами жизни, этот свет травный, как только коснешься его, увядает. В скорбях благодари, и легче станет грехов твоих бремя. В искушениях будь тверд, ибо они многих из великих обличили в нетвердости или неблюдении себя. Не порицай Божие долготерпение, ибо оно общее врачевство. Возненавидь не строение жизни людской, но не вини в ней Бога. Будем внимать себе, тогда не станем осуждать других, ибо в нас там их много такого, за что осуждаем других. Солом молитвенный да будет всегда в устах твоих, ибо одно произносение имени Божьей в бегство обращает демонов. С трезвением да будет молитва наша, чтобы не просить у Бога того, чем он недоволен бывает. Памятуй всегда о Боге, и небом сделается ум твой. Обуздывай око, потому что если не присмотришь за ним, оно кружится туда и сюда. Береги язык, ибо он часто выносит наружу то, что лучше было бы утаить. Возделывай ум по учениям в законе, потому что непрестанное поучение в нем искореняет худые помыслы. Добродетели скрывай, но старайся иметь многих свидетелей жизни своей. Возненавидь услаждение плоти, потому что они с телом и душу делают нечистую. Давай плоти одно то, что потребно, а не то, чего желает она по похоти. 25. Не люби жить в удовольствиях, потому что это привязывает к настоящей жизни, а от того и другого порождается вражда на Бога. Отвращайся от радостей житейских, потому что от них поскользается и падает текущее путем жизни. Богатство, если имеешь, расточай, а если не имеешь, не собирай. Пост, почитай оружием, молитвы стеною, слезы банию. В чем не согрешил ты, о всем вспоминай со стенанием, ибо от этого бывает в душе постоянное умиление. 30. Утешай бедных, ибо они милостивым к нам делают судью. Приобщайся нуждам святых, ибо через них бывает общение и с Богом. Церковь входи, как на небо, и в ней не говори, не помышляй ни о чем земном. Иметь вдоволь потребное для жизни, признавая необходимым, но попечение о том предоставь Богу. Изнуряй плоть добрыми трудами, но позаботься, чтобы она совсем не пала под тяжести их. Вина пей как можно меньше. Чем более умаляется мера его, тем благотворнее бывает оно для пьющих. Украшай гнев, потому что, выходя из меры, делается он отцом неистовство. 37. В болезнях прежде врачей и лекарств пользуйся молитвою. Иерея всех почитай, к добрым же прибегай. «Люби Божие домы, ну и в себя устрояй в дом Божий. 40. Учащай в церковь, потому что она избавляет нас от бури и треволмений внешних. Что на земле, то временно. Не печалься же, если что такое отъемлется у тебя. Когда найдет на тебя помысл сладострастия, противопоставь ему стыд перед людьми и оскорбление Бога. «Заграждай слух и очи, потому что через них ходят все стрелы вражеские. Когда молишься, возводи помысл к Богу. Если он, развлекшись, не зайдет долу, опять туда же возводи его. 45. Ум не перестает порождать помыслы. Но ты худые изгоняй, а добрые возделывай. Радуйся смирению, ибо порождаемая им высота велика, и пасть не может. Подвязайся столько, сколько нужно, чтобы подавить движения плоские. Если из них можешь, дай льготу телу. Не для услаждения, а для здравия. Худые помыслы отгоняй другими добрыми. Помышляй о благолепии небесных благ, и не войдет в тебя никакое пристрастие к земле и к земным наслаждениям. 50. Верь, что худые помышления суть дьявольские насеяния. От этого не прекратятся и сеятель посрамится. Берегись наиболее слуха, ибо он делает душу рассеянную и небрежную. А душа небрежная легко свергает в себя узду закона. Душу надо разделить на дела и молитву, то есть, чтобы она была то за делом, то на молитве. Тогда немного входов найдет к нам дьявол. Если простираешь руку к работе, то пусть язык поет, а ум молится. Ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о нем. Молитвой осеняй всякое свое дело, наипаче то, при котором видишь помысл сомнящимся. Сомнящимся. 55. Если хочешь, чтобы дела рук твоих были божественны, а не перстны, то приобретаемое ими пусть будет у тебя общим с нуждающимся. Радуйся посещению святых, потому что через них является Бог. Истинно святых отвечай по делам, потому что всякое дерево познается по плодам. Старайся всегда пользоваться чем-либо виде святых, наблюдая их взгляд и себя держание, потому что весьма полезно то и другое. Сердце подвязайся держать не злобе, а в теле чистоту, ибо то и другое соделывает тебя храмом Божьим. 60. Так храни храм свой, как храм создавшего тебя, и судить имеющего, и все устрояющего к тому, чтобы ты образ его был чист. Беседы с людьми мирскими отлучают помысл от Бога, поэтому не только сам не разговаривай с ними, но и разговаривающих отклоняй от этого. Когда поносит тебя, смотри, не сделано ли тобой что достойное поношение. Если не сделано, то считай это поношение дымом быстро исчезающим. Без сокрушенного сердца невозможно освободиться от срастей. Сердце же приводится в сокрушение трояким воздержанием, разумею воздержание от сна, от пищи и от телесного покоя. Если чем обижен, прибегай к терпению, и вред перейдет на обидевших. Шестьдесят пять. Когда увидишь богатство или славу, или мирскую власть, помысли о непрочности, и избежишь приманки. Терпи скорби, потому что в них, как розы в тернах, зарождаются и созревают добродетельность. Ничего не почитай по достоинству равным добродетели, потому что она есть лик Божий. Почему неизменно, как и он? Плачь о грешнике благоденствующем, потому что меч правосудия висит над ним. Матерью зол почитай леность, потому что она благо, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, приобрести не допускает. Семьдесят. Когда делающий худо не стыдится этого, тогда язва утяжеляется, и падение идет к отчаянию. Всякий раз, как возмолодушествуешь, помысли, какие блага уготованы верным, и плод духовное обвеселение скоро придет к тебе. Верному надлежит смиряться перед всеми, ибо смиряться только перед некоторыми значит иметь смирение ложное. Ничего не предпочитай любви к ближнему, кроме тех случаев, когда из-за нее презирается любовь к Богу. Никому не привязывайся и не пристращайся вопреки Божию закону, ибо кто предпочитает кого-либо Богу, тот ставит Бога менее его достойным. Семьдесят пять. Не защищай злых, потому что через это ты их поощряешь на худое и себя оскверняешь, приобщаясь к делам их. Вразуми согрешающего, но не осуждай падающего, ибо последнее есть дело злоречивого, а первое – желающего исправить. Старайся всегда слышать и говорить о делах святых, потому что это возбуждает душу к доброму соревнованию. Если в сердце для каждого из нас есть домашняя церковь, то в нем должны мы совершать и церковные службы. Если в церкви совершается служба, иди на нее, а если не совершается, по пении, прочти апостольское благовестие и иди на дело свое. Восемьдесят. О славе добродетели суди по святым, потому что слава их и по смерти бывает бессмертна. Зло возненавидишь, когда убедишься, что это демонский против нас сверкающий меч. Если вразумляешь падшего, то состраданием растворяясь слова твои, тогда и уши его умягчатся, и сердце просветится. Когда говоришь со святыми, вопрошай о духовном, а когда не со святыми, не говори об этом. Добрые дела делать всегда поспешай, чтобы оставив их, не отойти отсюда полусовершенным. Восемьдесят пять. Итак, бегите, чтобы получить, то есть без остановки, потому что вслед добродетели тищи должно, пока не сойдем с поприща жизни. Не будь мало заботлив о делании заповедей, потому что у таких бесполезно прилагается труд на труд. В терпении упражняйся и прежде нужды в нем, чтобы во время нужды найти себе оружие его готовым. Борись злыми помыслами и говори им, что говорится в законе, то есть слою Божьим против них. С великим старанием отводи око от жизни этой, потому что зло из нее дым делает душу возмущенную. Девяносто. Если овладела тобою худая какая привычка, отсекай ее понемногу. И без большого труда терния это извлечешь из души. Бога чистого люби чисто и все считай низшим его, сущего над всем. Если желаешь быть храмом Божиим, то приноси Богу непрестанную молитву, как жертву непрерывную. Живущего нерадиво не бери в советники, потому что, любя худое, не может он советовать доброе, когда не любит его. Воздерживайся от всего тленного и каждый день причащайся о таинственной вечере. Ибо таким образом Христово тело бывает нашим. Девяносто пять. Когда чем-либо наказываем бываешь от Бога, не рабщи, потому что он наказывает как отец и достоин благодарения, как благодетель. Когда потерпишь бесчестие, радость, ибо если это несправедливо, то велика тебе награда за то. А если справедливо, то уцеломудришься через то, избавишься от беча наказания. Тени и колесо подобляй житейские скорби и радости, потому что они не стоят, как тень и вращаются, как колесо. Старайся всегда преуспевать по Богу, ибо прилагающие малое к малому в короткое время собирают доброе богатство, всеми искомое. Если желаешь избежать болезненного мучения, никого никогда не злословь, ибо этим огорчается божество. Если желаешь отвратить от дома твоего всякий бич, наказание, не злословь человека, соестественника тебе, ибо создавший его справедливо этим огорчается. Если хочешь быть выше всякого греха, то не разведывай о чужих делах, ибо многое в тебе есть такого, в чем повинным предполагаешь другого. Бегай гордости человек, хотя ты и богат, чтобы не иметь противником себе Бога. Возлюби смиренно мудрея, хотя ты и велик, чтобы вознесенно быть в день суда. Не насмехайся над человеком, и во всю жизнь не потерпишь насмешки. Когда ты в церкви, не пари умом, ибо стоящие перед царем не смеются и не предаются рассеянности. Твердо-натвердо запомни сказанное, и это соделает тебя славным по жизни. 107. Ревнуй о досточестной жизни, чтобы иметь к тебе дерзновение исправлять согрешающих. Обуздай продерзость, никого не порицай, чтобы не быть осужденным, как высокоумствовавшему. Не смейся над падением другого, чтобы не быть осмеянным от того, от кого не знаешь, не желаешь. 110. Соблюдая увещания эти, это доставит тебе венец славы. Будь исполнителем этих заповедей, и они соделают тебя славным перед людьми и благоугодным Богу. Ибо этим благоугождается Бог, и такими приспеяниями воздаётся Ему истинное служение. Старайся преуспевать всегда в добрых делах. И воин, если не будет обучен прежде долговременным упражнениям, и испытан в трудах и битвах, показав на опыте, что одерживает победу над врагами, не прославляется. Тем более у небесного истинного царя никто не удостаивается приять небесные дары Святого Духа, если не будет предварительно упражняться в изучении святых заповедей, и таким образом не примет небесного орудия самой благодати, не вступит в борьбу с духом и злобой. 115. В какой мере преуспевает кто в духовном подвиге, в такой восходит на высоту тайн Духа и утаенных сокровищ премудрости. 116. И в какой мере обогащается благодатью, в такой преуспевает в познании умышлений злобы при помощи владыки. Ему слава и держава во веки. Аминь. Начало спасения есть самого себя осуждения. Лучше камень бросить наобум, чем слово. Будь ко всем таков, каким всех желаешь видеть к себе. Правду являй более делом, чем словом. Благочестив не тот, кто многим милость оказывает, но тот, кто никого не обижает. 6. Лучше спать на земле, на древесных листьях с дерзновением, спокойной совестью, чем без этого на золотой постели. Сладок тот друг, который питает душу. Воспевай Бога словами, поклонение Ему воздавай делами, а мыслью и сердцем благоговеенствуй перед Ним. Иереем делает разумность, добрая жизнь и благородство чувств. 10. Самое худшее дело есть раболекствовать всему срамному. Словом изучай добродетеля, проповедуй о ней делом. Не иметь только добродетель, почитай делом прекрасным, но иметь ее, как должно. Почитай закон, и жить будешь по закону. Странник тот, кому чуждо все мирское. Богатому не льсти, но и не раздражай его. Тело укрепляет вино, а душу Слово Божие. 17. Яство употребляй не сладкое, а здоровое. Желая угодить толпе, толпе подобен будешь. Более всего умерщвляй тело свое. 20. Трудолюбив тот, у кого не бывает лишнего времени. На Богах, увы, изрыгает грех непростительный. 22. От ушей и языка великая беда. Четвертое. Мысли, отводящие человека от тленного и прилипляющие к нетленному. Первое. Путь к добродетели бегства от мира. Путь благий и краткий. Вожделевшему нетленному надлежит ни во что вменять все тленное. Если желаешь истинной жизни, ожидая всегда человеческой смерти. Продолжение следует...